Вы знаете, да, плюс 4 часа от Москвы, и уникальный канал тем... Это же ОП, насколько я понимаю, рукав такой, да? И здесь Роза Ветров очень интересная, здесь фактически все дорожки равны, то есть тут не бывает сильного бокового ветра, и это, в общем, условия близкие к идеальным. Поэтому я не сомневаюсь, что эта база будет использоваться нашей национальной командой, и только национальной, может быть, молодежными сборными. Я хочу, чтобы тут проводились соревнования всероссийские, это очень здорово. Поэтому, конечно, Кубок чемпионов, я вот, ну как, представляете, Биргит Фишер Шмидт, это же, ну, это суперлегенда мирового спорта, не только гребли на байдарках. Восьмикратная олимпическая чемпионка, я комментировал, кстати, ее заезды в Сидней и в Афинах, и несколько золотых медалей. А первые награды своя она еще в Москве выиграла, представляете, Греблада 40 с лишним лет. У нее была напарница, такая рожеволосая красотка в двойке. Они говорят, что немецкие пловчихи, грибчихи, конечно. Магдалена Нойнер в биатлоне, конечно, красавица. Я хочу вам другой пример привести. Биатлон и Тюмень. Вот смотрите, губернатор Якушев, теперь министр ЖКХ, строительство, человек, который имел, наверное, возможности, регион богатый, сделать команду КХЛ, например, или вложиться в футбольный клуб Тюмень. Но Владимир Якушев сделал, на мой взгляд, единственное правильное решение. Он начал развивать биатлон, и через биатлон, и он, как руководитель, очень здорово поднялся из губернаторов в федеральные министры. Не без помощи биатлона, скажу я вам, совершенно очевидно. Но мы знаем, что и президенты, и руководители правительства, они смотрят биатлон. Это уж я знаю точно. Теперь о Гремле. Опять же, Дмитрий Анатольевич Медведев, сам байдарчник. И проводятся соревнования о Кубок Президента Российской Федерации. Это еще придумал Медведев, когда был главой государства. И сейчас продолжается вот эта история. И здесь важно как раз для Барнаула, с моей точки зрения, как раз вкладываться в эту историю. Ведь много денег особенно, понимаете, это все-таки не терпит. И дети, вода, и главная перспектива. Еще раз повторяю, 4 человека в национальной сборной представляют Алтай. Это огромная географическая штука. Но вот Барнаул, в общем, на спортивной карте, сейчас и Алтай не номер один, согласимся, и даже не номер два, и не номер три. Это не вукор, это состояние дел. Но глядя на то, что происходит на этом Гребном канале, понимая, что через Греблину, Байдарках и Каноэ регион может очень здорово вырасти. Потому что действительно нам не хватало, может быть, знаете, по-настоящему региона мощнейшего, который бы вот так вот сдвинул этот вид спорта на какие-то новые рубежи. Потому что, к сожалению, вот, например, я тоже огорчался, да, я как человек, который работает на двух каналах, на канале «Россия» и на канале «Матч ТВ», что мы, например, показали Греблю академическую чемпионат мира на матче, но не показали чемпионат мира по Гребле на Байдарках и Каноэ. И, конечно, вот, может быть, через внимание к таким соревнованиям, да, матч это все покажет, мы придем к тому, чтобы купить права на следующий год, когда будут разыгрываться олимпийские лицензии, понимаете? Поэтому здесь очень правильное решение развивать Греблю. Я призвал бы и губернатора, с которым познакомился сегодня, он призвел самое благоприятное впечатление, не то что не бросать, а наоборот поднимать. Потому что с этой Гребной историей еще и власть поднимется, понимаете? От власти же должна быть какая-то польза. Так что давайте, власти Алтая, развивайте Греблю на Байдарках и Каноэ. Я проконтролирую. Вы понимаете, вопрос, на самом деле, очень сложный. Ну вот смотрите, Омск, ну казалось бы, да, хоккейный дворец, я был там два раза, а казалось, что-то колосс на, даже не на глиняных ногах, а вообще без ног, сползает там куда-то, то есть построили какую-то ерунду опасную для жизни. И мне очень интересно, понесет ли кто-нибудь ответственность вот за это? Понимаете, все-таки действительно, вы говорите, меры противопожарной безопасности, где-то мы сейчас начинаем вполне справедливо закрывать те торговые центры, которые не соответствуют, или даже, например, стадионы. Но здесь же вместе с водой можно и ребенка выплеснуть. Поэтому нужно смотреть очень тщательно. Я, кстати, Сережу Шубенкову встретил с огромной радостью. Больше всего хочу сказать, что здесь спортсмены мирового уровня, не обижая Греблю, присутствуют, и даже олимпийские чемпионы. Но Сергей Шубенков – это суперзвезда мирового уровня. У нас таких спортсменов наперечет. То есть, вот смотрите, если мы говорим про легкую атлетику, это в принципе сейчас Лосицкена и Шубенков больше нет. Был Данил Лысенко, но сейчас там допинговая история. Ну, не совсем допинговая, мы знаем, но тем не менее. Зимой – это Овечкин, это Малкин, допустим, Женя Кузнецов. Зимой – это Устюгов, это Большунов в лыжах. Там биатлонистов я сейчас называть не буду, потому что мы говорим о звездах мирового класса. По-настоящему лидер Шубенков из таких. Поэтому на самом деле я стою и с огорчением все-таки вижу, как не все так с ним фотографируются, не все узнают. Но в этом, наверное, и наш есть какой-то не очень хороший пример. Потому что, например, к сожалению, матч с ТВ не показал чемпионат Европы. К сожалению. Я надеюсь, что дальше все выводы будут сделаны, безусловно. Бриллиантовая лига заслуживает. Но сейчас вы тоже поймите. Русада восстановлена буквально накануне. И уже, ну, дорожная карта, вот она выполняется. Уже должны вернуться паралимпийцы, должны легкоатлетам вернуть флаг. То есть мы уже будем смотреть на Шубенкова, как на представителя нейтральной какой-то стороны, да, Российской Федерации. Баланс. Надо работать, вы знаете. К сожалению, у нас зачастую слова с делами расходятся. Поэтому, конечно, я тут призываю губернатора, безусловно, и общественность, и депутатов. Но, в конце концов, надо решать эти вопросы. Надо находить финансы, чтобы был дворец, тем более, что он есть. Но противопожарная безопасность, она, конечно, превыше всего. Абсолютно. Я хочу сказать, что здесь же уникальная экология, и дети уникальные, вот с этой точки зрения, вокруг Белокурихи. А мы с Сережей Тарасовым дружим, биатлонистом прославленным, он мне тоже много рассказывал, президент Федерации местной биатлонной. И, ну, конечно, с одной стороны, мы ждем, но мы тоже понимаем, что бюджет не резиновый, понимаете. И все-таки здесь вот сейчас рассчитывать на какие-то там серьезные вливания, прям сверхсерьезные от центра, не приходится, пожалуй, да. Времена непростые, но точечная история, она должна присутствовать. Поэтому, конечно, задача местных властей, спортивных, и не только политических, как раз объяснить важность федеральному центру, той же Ольге Голодец, как человеку, который в качестве зампреда курирует спортивную отрасль. Здесь, понимаете, здесь тоже лоббистские способности, пробивные способности руководителей региона играют большую роль. Поэтому я, ну, не думаю, что это будет здесь, во всяком случае, пущено на самотек, потому что, так, мне кажется, Барнаул слишком долго ходил в отстающих, и Алтай, согласимся, с спортивной точки зрения. А сейчас вот такая движуха, она началась. Вот, например, в свое время, когда команда, я сам из Химок, со Сходни, часть Химок уже, и я неистостал, когда узнавал бюджет, и Химки играли в высшие лиги, так вот стоило колоссальных денег. Для бюджета? Ну, зачем? Сейчас, конечно, в первой лиге, во второй, ну, мы в свое время ездили, я не знаю, вот я родился в городе Дрезна-Орехово, Зуевский район Московской области, мы ездили болеть за знамя труда. Играли во второй лиге, был полный стадион, но все знали, что никуда даже в первую не попадет. Хотя пыталась команда, ну, уж до высшей точно далеко. Какие-то в кубки-то, поэтому нет, спокойно совершенно, не надо гнаться, если из регионального бюджета вынимать деньги и соперничать с «Газпромом», с «Газпромнефтью», с «Роснефтью», с «РЖД», ну, это просто придется, знаете, регион продать, пенсии не оплачивать, дороги не делать. Конечно, их можно на медицину, на развитие детско-юношеского спорта. Но вместе с тем мы понимаем, что спорт высших достижений – это флагман. Вот здесь нужно баланс найти. Ну, опять же, пример Якушева, да, в свое время губернатора Тюмени, развитие биатлона, и вот, например, ситуация, которая сейчас сложилась у вас в Барнауле, в Алтае, примитивно Греблина, Байдарка, но это весьма перспективно. Это не требует таких мощных вложений, но отдача будет, может быть, даже куда более мощная, чем от клуба, допустим, элитной лиги в футболе и в хоккее. Во-первых, я жду сейчас, что нам нужно до конца выполнять дорожную карту, потому что там еще допуск к антидопинговой лаборатории, к московской, да, и сейчас, если что-то пойдет не так, нас выкинут обратно, причем с огромной радостью, как мне кажется. Но мне здорово осознавать, что вот рациональное зерно восторжествовало в МОК, в ВАДе, несмотря на очень жесткое противодействие, потому что там, конечно, люди некоторые, они, ну, реально скатились с катушек. И то, что происходит, обвиняя нашу страну, там, ну, уже, наверное, знаете, там, в развалинах ни одной часовни. Это тревожит уже довольно, довольно продолжительное время. И я хочу сказать о том, что для меня это как глоток воздуха, как окно в Европу, потому что мы опять можем соревнования предлагать миру, мы получим флаг, потому что паралимпийцы, только исключительно из-за невосстановления Русады, лишены возможности выступать, а это люди с безграничными возможностями. Это фантастика, конечно, наша паралимпийца. Вы знаете, это вопрос очень серьезный на самом деле. Мы понимаем прекрасно, что, да, уровень и жизни зачастую растет, и продолжительность жизни растет, но здесь вот должны быть законы для того, чтобы действительно рабочие места обязательно, медицинское обеспечение обязательно, и, конечно же, те достойные пенсии для людей, которые будут выходить чуть позже, при соблюдении только целого ряда условий. Мы можем сказать о том, что, да, это очень необходимый и важный шаг. Поэтому я понимаю людей, которые за, но я также понимаю людей, которые против. Поэтому здесь важна быть чрезвычайно взвешенная позиция и торжество закона, прежде всего. Ну а спорт, что спорт, конечно, как песни строить и жить помогает, так и спорт. Работать нам долго, надеюсь, счастливо предстоит. И да здравствует спорт!